Яблоки забыли! Полина, солнце принесла нам! А где же сама Лина? Хорошо! Короче, что-то там мутят мне, я не знаю вообще! Что творят? Нет любимого того, который должен быть рядом. Я просто так это дело не оставлю. Доброе утро, мои хорошие! Сегодня день моего дня рождения. Я родилась во сколько? Кто-то из нас с Виталиком родился в 8 утра, а кто-то в 5 вечера. Я не помню, кто это. Короче, с 8 утра можно поздравлять. Но мама меня поздравила с утра. Она первая написала вообще смс-очку. Мне, когда я проснулась, уже открыла глазки, взяла телефон, она первая... От нее первое пришло сообщение. Вот. Короче говоря, потом все посыпалось, поехала. Денечка мой родной, любимый мальчик, тоже поздравил с просонечки меня. Вот. Какое настроение у меня сегодня? Все, я заказала. Заказала сейчас роллы. В общем, настроение такое, что нужно поднимать свою кундалини, энергию. Вот. Жара уже. Для плавания прям самое то. У нас сейчас погода. Хотя вроде дождик обещают. Мама попросила приехать, она приедет, сказала, к часу. Сейчас время полодиннадцатого. Сейчас я буду думать, что мне навертить на голове. Вот. Уже Кристина позвонила, сестра, тетя, Аленка позвонила. В общем, все-все-все уже на связи. Все боялись меня разбудить с утра, давали мне время поспать. Вот. Короче, всем спасибо за поздравления заранее. Вот. И все. Пошла, короче, сейчас самое главное, это на голове что-нибудь навертеть. И все. И, в принципе, все готово. Мама придет, в сумку все покидаем и поедем. Пиццу заказала свою любимую, четыре сыра. Роллы заказала, сет горячий, сет холодный. В основном все с сыром Филадельфия. И десертные роллы, наборчик заказала. Вот. Ну, как бы так, пока что на закуску. Я сейчас посмотрю, как люди будут двигаться, подходить. Главное, есть что пить. Это самое главное. Фух, девочки, вот такая вот я пришла. Блин, музыку, музыку, музыку выключите, пока. Мама мне, помощница моя дорогая, цветы ее прекрасные оставила. Дома, короче, мы прибежали, прискакали, мы опоздали. Сейчас уже вся доставка придет. Я ресницы не накрасила, губы не накрасила. Короче, в попаха делала свою прическу. И знаете, у меня уже какая-то к этому дню недоброжелательность. Я, по-моему, больше всех переживаю сегодня. Я ненавижу переживать. Короче, у нас вот сырок. Я вам обещала, что я покажу, что будет у меня на столе. Сырочек-пармезанчик. Здесь у нас бри. Вот такой вот сырочек. Здесь у нас помощник у нас. Хорошо, здесь вот такой сыр у нас еще адыгейский будет. Палочки вот такие я взяла, уже выложила здесь. Вот такой еще сырок взяла. Короче, виноград, бананчики. Яблоки забыли. Ай-яй, яблоки еще взяла. Ладно, хрен с ними. Соки. Сумка-холодильник. Куча алкоголя. Из алкоголя я взяла вот такой. Эта коробка вот осталась сейчас. Все в холодильнике. Я взяла вот такое большое шампанское. Будем раскрывать. Еще здесь у меня шампанское шато-тамань. Тоже такое же большое. Это увеличенная бутылка. Вот. Всякие соки мартины. Здесь у меня 2 литра. В холодильник еще убрали торт. Но его лучше в заморозке есть. Я его купила, кстати, в метро. Оно стоит полторы тысячи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Первый человечек такой аккуратненько. Посмотри на меня, какая моль. Мне надо... Ну все, конечно, вот они. Вот они, самые главные люди. Привет. Целуй меня. Мне надо это, мокрые такиечики. Взяла купальник? Да, он не спадает с меня. У тебя есть вот эта штучка? Ты не взяла ее с собой? Взяла. Взяла, давай, давай. Смешная. Посмотри. Вот она, она у меня. Всем привет. День, я вообще в шок. Я сегодня как раз и думала, еще думала Кристине написать, девочки, вот вам всем говорю. Думала Кристине написать, возьми что-нибудь фиолетовое. Вот сюда мне прям не хватает. Видишь, я навертела на... Да, звезда. Звезда. Мне не хватает фиолетовых волос. А у Кристины, смотрите, фиолетовое, и я говорю, дай мне. Она говорит, принесла. Сейчас буду... Сейчас, короче, приведу себя в порядок, девочки. Сиреневый, думаю, а-а-а-а. Так, Кристина, я хочу прям... Нет, вот давай вот здесь. Ты хочешь быть этим, как его? Аватаном. Давай красиво сделаем сиреневый, короче. Смотри на камеру. Аккуратно, только еще эта моя женовая. А ты что так сдалека? Давай поближе. Она будет этими пятнами, вот как у меня. Там издалека распыляет. Да? Блин, вот без этого. Пошли, ты далеко. Ну, давай, вот. Ты лобик мне сделаешь в фиолетовом. Ну, а как? А-а-а! Шать, нечего. Я фиолетовая уже? Девочки, фиолетовая? Не знаю. Ну, сколько тебе? Такой сейчас мухомор буду. Так, сейчас, короче, решаем вопрос красоты. Пошел дождь. Дождь пошел, но это классно. Чуть только первый раз сейчас пошел. Да. Разбериваешься в центре. В центре прям такой, прям резко такой баб. Как дырак. Да, дождь. Что, надо, короче, сейчас это. Подождите, я накрашу ресницы, губы, и все, и будем открывать шампун. Резать? Резать, резать. Вот такая... Это не бумага сверху? Нет, это плесень сверху. Резать его этим, как тортик. Треугольнички. Ага. Хоть на человека сейчас чуть-чуть остань похоже. Алло. Алло, ле-ле-ле-ле-ле. Что, ты бегать умеешь? Я решила на платформе сегодня. Будь касс. Доставка, леди, надо. Так, суши получили. Сейчас за пиццей иду. Он мне так интересно такой выгляжет вообще. Тут красота прям. Свет в него на свет. Ой, горячая. Спасибо. Сюда до пиццей. Ага, спасибо. До свидания. Смотрите, как она светится тут красиво. Малалина, мам. Пока за пиццей гоняла, уже и дождик, смотрю, заканчивается. Да? Ой, кто-то там открыл дверь. Кто-то еще идет. Полиносик вторая. Привет, дорога. Привет, корочка. Привет. Спасибо, некий, спасибо, моя хорошая. Все, расслабляйтесь, присаживайтесь. Сейчас будем открывать питье. Это моя мама, это Полина Бонд. А мой знак, по-моему, вроде нет. А, я столько видео смотрела. Я их столько раз видела. Жив, все популярные личности. Все друг друга злачно знают. Полина солнце принесла нам. Посмотрите, только был дождь. Не знаю, что я солнышко называю. Вот оно, все. Супер. Все, надо расслабиться, все сделать. И первое мы открываем вот этот шампусик, купила. Я не знаю, я не пробовала. Оно сухое, а значит полезное. Без сахара, без всякой фигни. Короче, открываем. Сейчас уже потянутся другие люди. Йон, шапан. Первый раз я беру такую здоровую бутылку. Надеюсь, нам хватит. Все шапанское пьют? Я не пью. Ты пьешь же шапанское? Мама, а что? Как называется? Называется, посмотри. Вилла. Какая большая бутылочка. Я не знаю, пробовали кто-нибудь? Кольчик, я почти не знаю. Кольчик, кольчик. 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 Селекцион вилла кольчик. Кольчик. Сейчас, солнышко, давай сначала мама отбавит шампусик. Потому что мама наслаждается. Но вообще в нервике. Я сегодня утром... Что говорила маме? Ты уже не помнишь. Я кричала, я ненавижу этот день. Я уже переоделась. Ответствовала, все нормальные. Молодцы, да. Да. Мне жарко сказать. Как вы сказали, во сколько вы пришли. Да. Не, на самом деле, я некоторым говорила, можно и попозже прийти. Ленусик, пока там эта малая проснется. Было солнце, я думаю, надо скорее ехать, чтобы загорать. Пока мы приехали уже, Левиняков. Прошел лишь. Открываем, не знаю, как оно будет, там стрелять не будет. Я же профиль. На самом деле, я специально так сделала. Я могла сделать так, чтобы будет маленький дымок. Ну, это же праздник. Надо было поближе к столу. Надо было доделать в руках. Начинаем этот день сумасшедший. Какие маленькие мизерты. Бокалы для детей. Мамисюка. Асюка-мам. Мамисюка, да. Так, все, девоньки, давайте выпьем. Крестюшенька, ну давайте выпьем, я пойду этот круг несчастный возьму. Мама, вот Сечора, Сечора тебе. Все, целую, спасибо, что пришли. Первая половина, солнце Полина принесла, Кристина принесла мне фиолетовые волосы. Дождь сказать. Не, он раньше пошел, чем ты пришла. А ты знаешь, что в день рождения дождь это к большому богатству? Конечно. Вот все, что не случается в моей жизни. Только не шури на меня, как шури. Конечно. Все к деньгам, к счастью. Ты как раз так мне загадывать желание, короче. Я говорю, а какой ты загадала? Она говорит, могу рассказать. А ты загадала, чтобы у тебя было много денег. Я говорю, зачем ты для меня загадала? Мам, ну знаешь, почему я загадала тебе много денег? Потому что ты же мне все покупаешь. Вот-вот, умная дочь. Я говорю тебе, ты молодец. Давайте за то, чтобы у нас все было. Ура! Ура! Ура, Дэнь! Кто пришел? Привет, мой дарлинг! Я выхожу как раз за кругом. А я говорю, она что, нас увидела, что ли? Да, у меня экстрасей. Привет. Давай, Ляня. Спасибо большое. С Новым рождением. Спасибо, спасибо. Все. А дверь закрыли, да? Это что? Не знаю. Клинклей. Клинклей? Что-то. Секси-подарок? Мы сейчас посмотрим. А где же сама Алина? Алина таинственная девчонка. Это от Лины, я знаю. Она сказала, что приедет такси и что-то мне привезет. Смотрите, какая открыточка. Тайгер. В очках стоит. Очень приятная ткань какая-то. Футболочка! Вау, какая секси-пекси. Клинклейм. Классная. Красивая. Моя любимая фирма. Спасибо, я знаю. Спасибо, Алиночка. Ждем тебя уже, ждем. Спасибо, Алиночка. Мы тебя ждем. Приветики, дорогая. Это второй раз, да? Настена пришла. Все, расслабляйся. Спасибо. Спасибо. Расслабляйся, садись, знакомься. Это Ваня, это Полина Бонд, это Кристина, это Настя. Вон моя мама уже плавает. Нет, это Лена. Вон дети. Это Настя, с которой мы занимаемся в фитнес-клубе. Вот. Тренер? Нет, тренер. Да, все так думают. Нет, она не тренер, она человек, который оказал мне внимание в нужный момент. И вот теперь мы с ней вместе, короче. Все, наш человек. Так, я переоделась. Одела свой купальник. Девочки, я утром сегодня собиралась. Почему я еще с самого утра возненавидела этот день? Потому что я купальник, который хотела одеть, я нашла только вверх, а трусов не нашла. И я нервничала, когда уже курьеры мне звонят, 10 тысяч, еды принесли. Я не могу найти трусы от купальника, понимаете? Я расстроилась. Ну, я взяла вот этот купальник, он тоже по цвету подходит. Вот, сейчас я вот такое парео, вот голубенькое тоже сюда. И нету фиолетового, розового парео, нет. Понимаете? Под цвет моих волос. Тоже мне придумала. Да? Ну что, нормуль? Звезда? Звезда, звезда. Только потная губа сверху. Все, мы продолжаем пить, гулять. Сколько сделали, кстати, 3 дня назад буквально. Прикольно, кстати, сделали. Здесь можно пофоткаться. Как будто вы на пляжу на Мальдивах. Детский бассейн вот такой маленький здесь тоже, можно поковыряться. Вот, ребята купаются. Ленуська. Дети вообще не вылазят отсюда. Все накупались уже. Крошки, картошки. Я пошла, потому что очень жарко, невозможно. Что-то навертело на голове. Нормально у меня вообще? Мама, мама, на фоне, смотрите. Ну и я тут на фоне небо, конечно. Ну, Ма, как тебе на море? Наконец-таки... Я наконец-таки тебя вывезла на море. Как тебе? Погода нравится? Да. Ты на Мальдивах вообще? Да. Ты, в принципе, за границей? Океан. Это океан. Безбрежный. Безбрежный океан. Можно очень легко сам обмануть себя. Главное, чтобы была счастливой. Я пошла купаться. Ой, тут вода. Ё-моёшки. Тут же вода. Аккуратненько. Все, я пошла купаться. Да. Ой, хорошо. Мама мне несет коктейльчик. Настя мне составляет компанию. Все уже наплавались. Все нормально. Думаю, где я ее видела? Потом я поняла, что вы сделаете вместе с физкультурой. Да, да. С физкультурой, мама. Все знают мои лица. Да, я, кстати, смотрела на наше упражнение и завидовала белой заросли. Думаю, блин, мне уже так скакать слабо вообще. Все тяжело. Мне тоже слабо. Очень тяжело. Настя заставляет. Да, мне тоже очень тяжело. Мне просто даже с таким весом уже придет. 23 года тяжело. 23. 23. 36? Тяжело. 57. 57. Еще тяжелее. Какой сервис у нас, смотри, тут. Ты к нам? К нам. Давай. Я говорю, скажи, зачем здесь эта вода? Она говорит, мам, ты что? Ножки чистые. Говорит, ты что, с грязными ногами в бассейн пойдешь? Ммм. Крестюшка идет к нам. Давай. Смотрите, моя. Не надо счастливую. У меня нормальная на голове? Очень красивая. Красивая. Очень красивая. Вот, очень красивая. Зад. Полины очень красивая. Вовремя все начали говорить очень красиво, очень красиво. И все смотрят только туда. Хоть мы и девочки. Ну а что? Конечно, только с бокалами. На чужую задницу не заглядеться. Если красиво. Вот Ленусик. Признание. Говори. Все бухают, а я ем. Все бухают, а я ем. Дустрои няшку все равно. Да, конечно. Хорошо, не, хорошо. У тебя чуть-чуть прям позаниматься. Ну позаниматься, да, да. Что наши детины там делают? Бегают. Так, бегушать не побежали. Ой, пускай бегушать. Аккуратно. Да, аккуратно. Спасибо. Бравство. Крестинка к нам присоединилась. А давайте все вместе. Круг, круг. Давайте. Ю-ху! Упати! Ну все, вот мы все. Я распустила волос, потому что мы фоткались и это. Плохо. Плохо я. Ну так тебе надо сфоткать. Привет! Моя девочка. Здорово. Всем рождения. Спасибо. Смотрите, тут все там и со своими продуктами. Две мои девочки. Давайте, целуйтесь, обнимайтесь. Спасибо, мои хорошие. Раздевайтесь. Сейчас. Пока купальника жила. Молодец. Фотосессия. Тут даже у нас есть фон, как на Мальдивах. Да? Считай, на море побываешь. Короче, что-то там мутят мне, я не знаю. Вообще, такая не знаю. Говорят, иди в бассейн. Что творят? Что творят? Какая красивая. Спасибо, мои хорошие. Спасибо, мои хорошие. А сколько они будут? Деня, давай. За маму. За счет. Спасибо, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok 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 где моя девочка вынюхает, вынюхает все, 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 все волосы особенным образом короче, кайф с бассейном, конечно, это кайф отдыхать и три раза купалась клево танцевали в общем, все хорошо спасибо всем, кто был и всем спасибо за поздравления кто не был все, короче, я не могу у меня вообще нет, все я хочу просто спать а вот я вам не сняла цветочки которые мама чулечка моя подарила такие вот красивые, как раз под мои волосики да? под мои волосы цветочки это магазин я укладываю спать, Даньку уложила а еще я сегодня совершенно забыла вспомнила, что в мой день рождения у моего брата с невесткой годовщина они женились на мой день рождения у меня просто такая самотошная голова сегодня была вообще я с утра вообще кричала, что я ненавижу этот день ненавижу этот день вот так я вообще бесилась и вот только, когда я уже доехала все уже выпила я уже более-менее расслабилась но все равно все вот так вот вот так вот вот так вот и брата меня сегодня позвонил поздравил и просто все так на скоростях что я забыла его поздравить с годовщиной хотя я кстати не знаю годовщина это годовщина звучит как будто год как будто год а я уже не знаю какая у них по счету вщина может у них 10-ти вщина уже 10-ти вщина или 10-ти вщины нет еще или годовщина считается всегда когда вот ну каждый год годовщина годовщина, годовщина, годовщина каждый год короче говоря, у них сегодня тоже праздник и я их поздравляю будут смотреть ребята, я вас поздравляю вообще и желаю вам чтобы вы вот что я заметила за последнее время вообще ну, стала обращать внимание да, и я заметила что сколько времени ребята уже вместе сейчас слезу пущу, блин у них присутствует в отношениях любовь я ее вижу я очень вижу как Виталия и Наташа как они друг на друга смотрят как они заботятся друг от друга все равно присутствует вот этот трепет, знаете когда вот когда только встречаются люди еще да, вот они вот любят им хочется обниматься им хочется и где-то вот и задевают друг друга и ну короче вот трепет вот трепет, любовь у них вот это есть хотя они уже много времени вместе и я рада что я наблюдаю это спустя вот долгие годы что это не уходит и я желаю чтобы у вас это все так и было и пусть даже сильнее еще будет вот чтобы не угасал вот этот огонек который вас соединил вот пусть он на протяжении всей жизни так с вами будет очень приятно за этим наблюдать когда есть любовь когда есть вот этот трепет забота друг о друге это клево несмотря даже на то что когда-то бывают какие-то моментики там да вот это все ерунда вот в общем я желаю вам пронести это всю жизнь люблю вас простите за сранку что я вот такая вот не надо было жениться в мой день рождения вот такие дела все я укладываю спать завтра я проснусь покажу вам что мне там девочки подарили я так заглянула одним глазком у меня столько полезных штучек вообще прям хочу скорее распаковать померить приглядеть короче подготовились так что завтра распакую покажу все спокойной ночи всем доброе утро всем доброе утро да да ой боже мой думаю я сегодня проснулся вообще на самом деле Данька хорошо сегодня проснулся хорошо проспал я вот такая вот иду с кофе сейчас пойду за машиной сейчас Данюса отовреду мы вовремя идем молодцы я еле встала на самом деле очень тяжело мне было вставать а Данька сегодня такой спокойный сейчас им сразу заранее в садике схожу что сегодня он будет спокойный потому что вчера натусился и возможно немного не выспался он будет вяленький чтобы не звонили мне его забирать сразу же разойдется к обеду так мы в садик встали вовремя мы молодцы у меня кофе видите в стаканчики я просто не помыла кружку там ту термокружку утром мыть никогда взяла вот новый стакан вот в такой момент эти стаканы нужны потому что сейчас я еще не сразу домой пойду Данечку в сад отведу вовремя идем мы молодцы я говорила вот и за машиной пойду потому что там Милкина еда Милкин наполнитель который уже нужен там рюкзак Данечка остался я ему вон взяла просто бутылку воды дала с собой кофточку больше ничего сегодня не дала короче говоря пойду прогуляюсь до машины ну вот моя хорошая я шагаю я шагаю наматываю шаги как уже сказала в инстаграме с утра очень даже хорошо прессик в тонусе вакуум сделала кофе сделала Даньку в сад отвела и шагаю до машины надо все забрать оттуда еще поднять там такие сумки здоровые офигеть все диваньки я села в машину блин так клево утром вообще когда не жарко когда вообще что-то такое магическое утром есть я сколько всего пропустила сколько утров я пропустила когда жила в Москве я вот спала до обеда это вообще это если я вставала в 12 это рано было вы представляете мы под вечер бывало вставали с лепашкой это у нас было утро и потом вот до утра мы тусили что делали вообще жизнь была беззаботная какая-то хотя были свои заботы и свои заморочки конечно и башка болела и депрессии тогда даже были у меня бывали случались потому что нет реализации нет любимого дела нет постоянного дохода денег нет любимого того который должен быть рядом того самого настоящего и конечно депрессии как бы годы идут вроде бы жизнь идет и ты понимаешь что как-то все не то не то не то не то и кто бы знал что под 40 лет ну по 30 лет да уже вроде бы уже всегда мне казалось что вот 20 с чем-то это вот ты молодая как бы в расцвете сил и ты вот вот сейчас у тебя все должно случиться а 30 ты уже как бы взрослый я когда была молодая так думала когда ты доходишь доходишь до этого возраста да вот мне исполнилось 36 кто не знает да когда доходишь до этого возраста ты понимаешь что блин ты еще такая девка на самом деле да меняются какие-то взгляды ты становишься более качественным мне кажется если вот человек делает правильные выводы какие-то в жизни да с ситуацией если он ну вот как бы мне кажется как нужно идет развитие да потому что люди в 40 могут вести себя и быть блин просто чем 20-летние девчонки если бы 20 лет в 19 девчонки настолько правильно мыслящие да с какими-то принципами с какими-то своими устоями но это от воспитания я думаю зависит к 19 годам да вот как они выросли как все окружало но бывает что годы идут годы идут 40 50 лет а в голове вообще просто такая пробка ну реально я встречала таких людей и поэтому у меня четкое внутреннее убеждение я ни одного такого человека встречала много кого четкое убеждение что возраст не факт не факт что с возрастом мы мудреем там и умнее да приходит с возрастом что-то но не все далеко не все поэтому к чему это я я к тому что вот я сейчас в свои 36 да есть какая-то вот что к возрасту приходит да поделюсь вам это ты понимаешь что энергия она не вечно там раньше ты могла тусить и кутить до утра к примеру да пить тебе нравились какие-то эти штуки да что-то экспериментировать тоже там тебе нравилось да какие-то какие-то ожидания внутри ожидания и ты такая вся идешь куда-то и вот ожидания и ожидания но может быть это еще связано не только с возрастом вот эти ожидания а с тем что ну когда у тебя уже все что в принципе ты ожидала тогда в молодости когда ты выходила куда-то да когда у тебя там нет половинки каждый раз ты выходя из дома ожидаешь встретить того самого да ну у меня лично так было я не знаю как у вас да встречаешь того самого у тебя ожидания что вот это там может быть да вот и семья ну у нас и девочек так всегда всегда но мы понимаем где наши где не наши как бы там все прекрасно мы как-то знаем внутри мы просто как бы не всегда прислушиваемся к себе да идем до конца до талого как говорится туда где не надо уже идти надо бежать беги дорогая беги если услышишь шаги делай круги и зигзаги а мы не делаем мы не бегаем вообще мы там до талого вот я к тому короче кто поймет тот поймет и вот я к чему про 36 лет что вот энергии нет я уже ну как бы не то что нет она есть да и многие удивляются еще как я все это дело успеваю но потому что я живу пока что вот вот этим вот всем блогерством видео я вижу очень большой потенциал в этом во всем большие возможности и понимаю что чтобы все это было я должна работать работать и работать вот и потихоньку оно все реализуется и как только я реализую какой-то один момент он может оправдывать ожидания может не оправдывать ожидания но главное что он уходит и ну как бы да то что я там ожидала не ожидала выстрелила хорошо не выстрелила у меня появляются новые какие-то вещи которые я должна делать которые должны по-любому выстрелить, и кто, знаете, как, кто ищет, тот найдет, кто делает, тот добьется, вот, это самое главное, это вот закон, вот, 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 все, это уже, это не то, что я сейчас осознала, это уже годами проработано, я вам точно говорю, короче, 36 лет, это не возраст, это не тот возраст, о котором я думала, что ты будешь взрослая тетя, да, и уже все, нет, в 30 лет у меня перевернулась жизнь, ну, 29, я встретила своего любимого мужчину, того, о ком я мечтала все 30 лет, возьмем от нуля, сразу, да, все 30 лет, о котором я мечтала, рисовала, к которому я шла, потому что я не сразу о таком мечтала, он вырисовывался, вырисовывался на истечении времени всего, да, вот, жизнь та, о которой я мечтала, тоже вырисовывалась, я к ней шла, через тернии, шестерни к звездам, вот, и, короче говоря, я помню просто слова одной женщины тоже, и я даже 36 лет, мне кажется, это еще я малая, я работала в аптеке, здесь в Ростове, в свои, 18 мне было, или 17, вот как раз перед отъездом в Москву, вот прям с этой работы, где я работала в аптеке, у нас была точка с телефонами, я прямо оттуда рванула в Москву в первый раз, и там работала женщина, ей было тогда 45 лет, мне было 18, ей было 45, или не 45 ей было, подожди, не 45, ей было больше, 47, наверное, было, где-то так, короче, я помню возраст, который она мне сказала, и я ей говорю, вот, типа там возраст, что-то я в 18 такая, о возрасте думаю, и она говорит, слушай, у меня жизнь поменялась, говорит, на до и после, и все самое интересное началось в 45 лет, то есть человек вышел зам, ну, женился, да, там, дети, там, все такое, но насыщенная жизнь, и все такое, в 45, вы представляете? Сейчас мне кажется, вот мне 36, да, и мне сейчас кажется 40, блин, это много, хотя думаю, мне 4 года до 40, а что я там за 4 года сильно поменяюсь, не думаю, 45, это уже там половина, да, там уже 5 лет до полтинка, 50, короче, в каждом возрасте, мне кажется, есть свои прелести, и самое главное, просто самое главное, я считаю, все-все, чтобы мы не болели, и не болели наши близкие, будут болеть наши близкие, и мы тоже будем болеть, поэтому, наверное, ну, чтобы мы не болели, да, вот здоровье, вот это вот самое, что может все это дело омрачить, а так в возрасте, я считаю, вообще, мне кажется, ни в каком, нет это, нет ничего, ну да, энергии нету, не то, но тебе уже и не хочется чего-то, я вот и не жалею о том, что, блин, жалко, нет энергии, что я там в клубе не потусую, ну, жалко, нет энергии, бывает, что хочется сделать больше, да, но в то же время ты понимаешь, блин, ну, ты взрослый человек, уже как-то надо отдыхать, уже как-то надо силы рассчитывать свои, и не нужно вот так вот на износ работать, поработал 8 часов, поспал там 8, 9, 10, развлек в себя, вот так надо жить, и так ты сможешь долго жить, короче, все, пошла, разловоль-то, включила. Так, ну что, мои хорошие, вот уголочек мой с цветами вчерашними, что мне надарили, красивые цветочки, обожаю, вот сразу продумали, да, чтобы я ничего не поливала, это мамочка подарила, так, это Ленусик подарила, это Александр с Мариной подарили, а вот мои подарочки, сейчас мы с вами их распакуем, посмотрим, что там. Первый подарочек давайте распакуем Полины. Полина мне тут задарила, она сказала, что шорты, да, она мне, по-моему, сказала, что шорты, и она переживала, чтобы по размеру подошло, она говорит, ну ты ж такая, как я, должно подойти, хотя я смотрю на Полину, я закрываю, да, или открываю. Я смотрю на Полину, и мне кажется, она такая худенькая, что я в два раза больше нее, но шортики классные, сейчас мы их с вами померим. По размеру шорты прекрасно сели, ничего нигде не давит, кстати, у меня даже вот здесь еще и место можно найти, значит, я недалеко вот Полина ушла, вот, классные. У меня, кстати, такой длины шорт нету, мне нравится, что они не очень длинные, ну, потому что у меня такие есть уже, да, и они не очень короткие, иначе мой любимый будет ругаться. Классные вообще. Так, также тут в коробочке у нас еще кое-что есть. Ой, сколько бы косметики не было, надо уже диван мой мне почистить. Сколько бы косметики, всяких парфюмов, приколюшек не было, всегда для девочки это актуально. Кстати, фирма, я смотрю, здесь все и в Роше. Рукавка для снятия макияжа, посмотрим, посмотрим. Вот такая вот мягонькая, тынк-тынк. Вот, это у нас какой-то парфюм, мне кажется, он очень вкусно пахнет, всякие фрукты здесь. И, кстати, и в Роше мне нравится, но у меня вот мало что из в Роше есть. Лимитированная коллекция губная помада, яркий пион. Сейчас откроем. Вау, смотрите, какой яркий пион. Да, Мила, ну что ж ты такое бежишь? Сейчас чуть камерой бы ударила вот так, тык, и все, и нет пиона у нас. Красивый яркий цвет. Это как раз-таки будет подходить под мою... Заказала, помните, недавно была на Inside People в розовой такой кофточке. Вот прям цвета под все. У меня, кстати, еще пару вещей такого цвета едет. И давайте распакуем аромат, понюхаем. Мне кажется, он будет какой-то фруктовый, цитрусовый. Так, открыли. Вот такая вот баллончик, спрейчик. Так, здесь не пахнет. Пшикаем. Милкая, сейчас на тебя пшикну. На коробочку пшикнем. Оп. Вау. Чего, нравится тебе? Реально, он пахнет вообще, слушайте, жвачкой. Фруктовой жвачкой пахнет, прикиньте. Обалденный запах. Мне нравится, спасибо. У меня было что-то фруктовое, мне как-то девочка одна дарила маленький такой вот миниатюркой в России фруктовый. Я его весь выпользовала. Он очень прикольный, и он баблгамом пахнет. Вот это что-то типа подобное. Жваченькой пахнет. Вообще классно. Спасибо. Так, дальше поехали, поехали дальше. Дальше. Это мне Дьяволина передала, но я уже, девочки, померила, честно. Обалденный подарок. Это Кельвин Кляйн. Это любимая Кельвин Кляйн, Кельвин Клейн, кто как называет. Это любимая фирма Кристюши моей. Но Дьяволина не угадала немножечко с размером. Обалденный топ, правда. Я прям вот. Очень классный, но он большой М-ка. Я спросила у Лины, говорю, размер типа там, она говорит, я последнюю брала М-ка. Он немножко мне большеватый. И вот резинку это надо ушивать, и чуть-чуть вот здесь в плечах. И я спросила у Лины, говорю, Лина, а что, если мы его подарим нашей Кристинке? Так как она в видео видели, да, наверное, Кельвин Кляйн, она его очень любит. Вот. И я думаю, что просто она тоже носит размер S, да, но мне почему-то кажется, что вот именно от грудной клетки зависит еще, да, какие-то вот вещи. Мне кажется, что на нее может быть лучше сидеть, чем на мне. Вот. И мы с Линой решили, что мы Кристинке сделаем сюрприз и подарим этот топ, так как он ей понравился. Офигенная ткань, вот, офигенная ткань, по-русски говорю. Ткань офигенная, она очень мягенькая такая, да, вот, красивая. Это, кстати, вырез сзади находится. Я померила уже. Очень красивый топ, реально. Вот. Но ушивать его нереально, а размер был последний. Вот. Поэтому мы задарим его Кристинке. Лина сказала, я все равно рада. Из семьи подарок не ушел. Так что Кристинка сюрприз тебя ждет, когда ты ко мне приедешь завтра. Лине большое спасибо за то, что она уделила внимание. Жалко, не смогла приехать. Очень жалко. Поругаю потом ее, когда встретимся. Так, это подарок у нас от Настеньки. Моей Настеньки. Она мне что-то подарила. Она, кстати, работает в ДНС. Вот и, пожалуйста, вам подарок связанный с каким-то гаджетом интересным. Три варианта крепления. Она на приборную панель, на дефлектор и на стекло. Знаешь, что, Настя, ты вот как будто, честно говоря, читала мои мысли. У меня реально нету сейчас... Ну, у меня есть всякие приспособы, но они все какие-то не те были. Вот я сейчас... Мы будем смотреть. Мне нужно, чтобы у меня было что-то на панели, потому что я снимаю, бывает, в машине. Я все время ставлю камеру. Когда еду, она падает. Телефон, бывает, надо поставить. И все, что я придумываю, оно все не держится. Вот она мне еще конфетами тут решила засластить. То есть мы с тобой занимаемся-занимаемся. что-то я стремительно, да, худею там. На, поешь, детка, покушай. Ну, ладно, спасибо. Нет, чуть-чуть можно. Ну, чуть-чуть можно. Я знаю, ты сладкоежка. Как от сердца отрывала, наверное, сладюшки. Так, давайте откроем. Мне очень интересно скорее это прикрепить на свою панель. Та-да-дам. Так, здесь у нас книжечка. Тут у нас три варианта крепления, кстати. Это очень хорошо. Куда хочу, туда креплю. Так, вот это мы можем на стекло крепить. Так, что у нас? Вот еще что-то входит. А еще вот какое-то крепление. Сейчас я все получаю. Так, это зарядка. 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 А, она говорила, что что-то здесь заряжается еще. Сейчас я все открою. Так, девочки, это не просто зарядка. Это... Ой, это не просто зарядка. Это не просто держатель. Это держатель с зарядкой. То есть пока здесь находится телефон, он и заряжается. Вот так вот. Серьезная такая вот штука. Значит, смотрите, смотрите, надо будет разобраться. Вот это у нас, если что, крепится на стекло, я так понимаю, да? И вот такая вещица. И вот как он уже, вариантов положений достаточно много. Так, это один вариант крепления. Это то, что с зарядкой будет крепиться. Можно, кстати, на разные. Здесь у нас еще, вам видно хоть, прищепка, которую можно... Я и ту, и ту, кстати, буду использовать. И это, и это. Куда-нибудь прикреплю. А вот это уже можно либо сюда, либо сюда на панельке, где удобно. В любом случае заряжается. Так, здесь две какие-то кнопочки. Понял. Спасибо, Нася, это нужная вещь вообще для блогера с машиной. Еще и зарядка, у меня такого не было. Все. Так что сегодня буду я разбираться, как и что, как лучше куда прикрепить. Теперь у меня совсем другой ракурс будет. Отлично. Все, остальные все подарили. Конвертский мне. Вот. Спасибо. Всегда интересно подарочки распаковывать. Что там, что там. Так что, вообще, у меня день рождения прекрасно прошел. И цветы люблю, и цветы подарили. И подарки люблю, подарки подарили. И деньги люблю, деньги подарили. Спасибо. Вообще, большое спасибо, что вот день вот этот со мной провели. Потому что я понимаю, что если бы вот никто не пришел, или не получилось бы совсем ни у кого, да, и день совсем другой бы был. Вот. Так что я рада, что собрались и вообще классное время провели. Я сейчас занимаюсь уборочкой потихонечку. У меня сейчас батарейка села на... Я его не зарядила ни на одном. Вот бегала вот так все. У меня робот-пылесос стоял, что-то ночью заговорил. Я такая думаю, что он там говорит. На зарядку его надо было поставить. Поставила его только что на зарядку. Разрядился пылесос один мой. Вот второй. Сейчас им чуть-чуть попылесосила. Жду, пока робот-пылесос зарядится, чтобы помыл полы мне здесь. Вот. Сейчас упакую подарочки. Кошка когда нюхает, 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 а потом такая... Рот открывает. Кайфует. Это на коробку с мобильным держателем. Нюхала сейчас. Нравится ей. Ой, настроение хорошее. Английским, кстати, уже позанималась. Смотрите, кто ко мне пришел. Цветы подарили. Еще и вот обрезают. Тут вот ухаживают за ними. Да. Такой красивый. Обожаю вот эти розы. Уже второй раз мне, да, это? Или третий даже. Мне кажется, надо будет чем-то подрезать. Они сейчас прямо вот так вот. А хотя не нормалек. Красиво. Вау. Я прям прямой эфир должна провести на фоне всех этих цветов. Мини-днюха у нас такая. На цветы вообще прям сразу праздник ощущается. Все, как Марина вчера приехала со своим мясом. Вот ребята тоже со своим мясом. Да, я люблю вот родственников принимать. Они всегда со своим приезжают. Так, сейчас буду угощать ребят вот таким вот чаем. Гречишный чай с какао крупой. Я вам уже показывала в прошлом влоге. Восхищалась. И вот этот вот у нас гречишный чай с клюквой. Состав обалденный. Здесь вообще ничего нет. Вот реально гречишка там. Чая нет в составе. Гречишный чай. Уникальная комбинация микроэлементов в составе зерен татарской гречихи. Благоприятно воздействует на состояние сосудов. Защищает от усталости и плохого настроения. Плоды рыжкового дерева и клюква. Обалденный запах. Я, кстати, вот из-под кофе взяла баночки. Чтобы запах не терял, я положила в баночки еще. Вес понюхай и выбери, какой ты хочешь. Вот этот фруктовый будет у нас. Гречишный чай с клюквой. А этот гречишный чай с какао крупой. Не, не коньяком. Он пахнет вот прямо фруктовым чаем. Понравился этот? Этот с шоколадом. Да. Какой хочешь попробовать? Давай коньяком попьем. Понятно. Так, Виталику с коньяком показался. Так, я вот так вот. Жалко, блин, что его мало, 50 грамм. Хочется больше, чтобы было. Классный прям чай. Так, сейчас чуть-чуть налью вот так вот. Немножко макать. Это чтоб не лопалась посуда на всякий случай. Обдадим кипяточком, чтобы чай быстро не зацветал. Мама учила так в детстве. Ты делаешь так, Наташ? Ты делаешь так? Кипятком всегда обдаю, конечно. А зачем вы это делаете? Мы сначала обдаем, выливаем, а потом делаем. А, выливается? А я просто обдаю и не выливаю. Зачем выливать? Экономить надо водичку горячую. Так, все, видишь, он цвета зеленого, как будто зеленый чай, но в составе нет. Вот смотри, Виталику понравился этот запах. Понюхай, чем пахнет один и второй? Я коньяк учуял. Какой коньяк? Чем тебе пахнет? Не, коньяк не напоминает. А тот, ладно. Какую-то ягоду напоминает. Ягода, да. Это вот с клюквой. Ну, клюквой, может, он не пахнет, но каким-то ароматом вот трав этих ягод. Ох, а тут... А, ну, сейчас, плавит лица, еще раз поехали. Шоколад, что еще? Ну, здесь с какао. С какао крупой. Крупой, понимаешь? Гречишно, здесь с какао крупой. Прям запах такой, да. 7-8 минут. Шоколад. Две ложки надо было положить, я больше положила. Мне кажется, он и больше. А, это мне еще называют черносливы. Или тут есть черносливы? Нет, тут черносливы нет, там только клюквы. Есть черносливы? В общем, сейчас зацените, попробуйте чай, обалдежный. Знаешь, чем тебе напоминает? Табак твой. Запах. А, раньше табак вот этот ягодный. Крутил самокут. Вот, скорее всего. Ну, что, наливаем? Сейчас налью немножко сначала, пусть попробуй. Немножко? Вдруг не понравится. Ну, какой, да. Скажешь, может, она поскидывает фотки? Пахнет. Которые в Епатуре фоткались. Давай, бру-бру-бру-бру-бру. Аккуратно подуй, понюхай. Что с ароматом? Ну, тут отличается, конечно, аромат. Так пахнет сильно. А что, может, он еще должен был постоять? Чего так быстро пьет? Нормально. Время летит. Кипяток? Пробуй давай быстрее. Нет, я не пью кипяток. Наташа любит горячий, да? На гречку вообще не похоже. Сладость чувствуешь? Хотя сахара нет в составе. Что он мне напоминает? Я просто после макита сладкого. Ну, я уже пробовала. Что тебе напоминает? Я подумала, что напоминает чем-то молочный улу. Но чем-то очень... Ну, да. Раньше мы так ели, молоком заливали. Что-то есть. Но какая-то пряность еще сюда добавлена. Молочный улу, она более прям молочная, а тут как будто еще пряность какая-то. Я вам ничего не скажу. Ну, тебе в целом понравилось? Я не могу вам объяснить вообще. Это очень сложные нотки. Это не чай. Сложно сочинение. Виталик открывает шоколад, представляете? И говорит, темный горький шоколад с коньяком. Мы уже думаем, Виталика провлютила опять. Все ему кажется с коньяком. А я чувствую, пахнет коньяком. Смотрю, а здесь с коньяком, прикиньте. Что, прям алкоголь? Сейчас захмелеете. За руль можно потом? За руль прямо конфетку. Ну ладно, одну попробую. Я просто уже так наелась. О, какая. Оттаяла чуть-чуть. Нет, вот так вкусненькие. Ммм, любитая. Вообще люблю труфельки. Они нежные такие, прям как-то. Да. Размазываются в рту. А вот сейчас мы будем пробовать второй чай. Гречишный чай с какао-круппой. Вкусно? Я уже думала, невкусно запахло. Все, замаривай. Второй чай заварили, пробуем, Виталик. Что сейчас будет? Ликер, вино, отдушка. Я не знаю, что там, конфетка вот эта, вот как ее называют, барбариска как-то, дает, да? Да? Да, по-моему, есть? Или не барбариска, не барбариска, а какая-то это, зелая. Дочка, я попробую. Да, конфетка. Поминай. Ну, не легенькие такие. Там нету какого-то приторного вкуса вообще. Спокойный, легкий вкус. Ну, какой понравился больше? Этот или тот? Он не одинаковый. Тебе? Тоже? Одинаковый. По вкусу, в принципе, сильно разницы нет. По запаху, да, не случается. А вот что прям похуже... Я не распробовала еще. Гляньте, что-то. Сейчас, короче, мы сидим, пробуем. Этот прям крепкий, что-то я заварила как-то, его нет? Крепче. Да нет, он не может быть крепким, по-моему. Потом скажу попозже. Легенький. Ой, ну что, мои хорошие. Все. Мы укладываемся с Дэней спать. Сейчас в ванне там брызгался, ругала его. Что вода везде, во всей ванне. Короче говоря, мы укладываемся спать. Я проводила ребят. Посидели, чайку попили. Чай реально вкусный. Понравился им и тот, и тот. И мне понравился. И прям достойно угостить. Друзей вообще классно. Плюс он полезный. Там полезности всякие. Вот. И что еще? И я еще досняла видео одно. Все, у меня поясница болит. Я в вещах покрутилась. У меня поясница просто отваливается. Так это только на одно видео я покрутилась в вещах. Погладила их. Покрутилась. Все. У меня уже башка болит от хвостика. Верхнего. Завтра нужно будет второе видео доснять. Покрутиться в вещах. Там еще больше глажки. Вот. Но зато вещи прикольные, классные. И я радуюсь. Все равно я радуюсь. Вот. Ну, а вам хорошо. Вам вот наглядно вообще. Что продают люди. Какие варианты. Как сидят. Какие впечатления. Так что я делаю полезное дело. Берегу деньги других людей. В общем, ладно. Нужно ложиться спать. Я с вами прощаюсь. Эти два насыщенных дня закончились. Мой день рождения и день после дня рождения. Он тоже насыщенный. Надеюсь, в ближайшие дни мне удастся отдохнуть. Ну, а в следующем влоге вас, наверное, ждут уже интересные новости. Я думаю, в следующем. Вот. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Спасибо, что все это время были со мной. Спасибо, что все это время. Спасибо, что все это время. Спасибо, что все это время.